Ну, во-первых, я вас поздравляю всех. Сегодня день пожилого человека, который отвечает по всем мире. Ну, правда, еще мы узнали, что сегодня еще день кофе, а ведь до этого не знали. И я хочу сказать, что на самом деле это привилегия дожить до пожилого возраста, да и Бог вам всем жить долго и счастливо. Ну, вот сегодня у нас будет для вас цикл лекции, к сожалению, в слушателей немного. Я хочу сказать, что артериальный битертендинг, чем мы занимаемся, это самая распространенная патология. К 25-му году будет больше, чем полтора миллиарда человек умеет страдать от этой патологии. И с возрастом она растет. И поэтому, если мы посмотрим на пожилых и старых людей, то из трех человек только один будет с так называемым нормальным уровнем артериального давления. А вместе с тем повышение артериального давления на каждые 20 мм с исторического и 10 мм диастерического давления увеличивает риск смерти сердечно-сосудистой аж в два раза. Мы хорошо знаем, что артериальная гипертензия – это фактор риска инфаркта, но не только. Это и сердечная недостаточность, это расслоение аорты, это фибрилляция прессердий, это где-то от 70 до 90%. Больше того, это диабет, это хроническая болезнь почек. И вот с возрастом что у нас происходит с давлением? Постепенно у нас систолическое давление, вот это, оно по-разному растет, а диастолическое, оно снижается. Это связано главным образом с тем, что наша аорта становится более старой и более жесткой. И поэтому с возрастом преобладают люди, у которых повышено в основном систолическое давление, так называемая систолическая гипертензия. И вот оказывается, что именно систолическое, как вы называете, верхнее давление, в большей степени влияет на неплаконятные исходы и коронарные события, и возрастом зарисовано от инфруктов, а вот диастолическое наоборот. Мы боимся, когда оно слишком низко снижается, особенно низко, меньше 70, потому что это очень плохо для перфузии миокарда. Ну, вот это данные, как и то, распространенность гипертензии с возрастом растет. Старые люди, многие, они знают, как и у нас старые. Очень многие продолжают лечиться. Ну, вот посмотрите, синими листовиками, это говорят о том, как мы плохо, успешно лечимся. То есть, какой возникает в старости парадокс? Что люди знают, чем в старшем возрасте мы лучше знаем, что у нас гипертензия, что у нас повышенное давление, и вместе с тем мы хуже эту артериальную гипертензию контролируем, то есть лечим. Ну, что такое гипертензия? Раньше считалось, что она начинается, когда давление выше 160, сейчас считается, когда оно давление выше 140. В Америке считается, что выше 130 это уже гипертензия. И понятно, чем она выше, чем она тяжелее, тем тяжелее последствия. Вот одна особенность пожилого и старого человека, что он реагирует повышением давления гораздо больше на физический и психологический стресс. И поэтому, когда он приходит к доктору на прием, у него часто давление более высокое, чем он мог бы регистрировать дома. И поэтому очень часто назначает неадекватно высокие дозы препаратов. И поэтому рекомендуется домашнее мониторирование артериального давления, то есть когда пациент сам себе измеряет давление, сам его записывает. Или специальные аппараты, это так называемое суточное мониторирование артериального давления. Очень важно, что в этом случае мы можем зарегистрировать то, что не можем зарегистрировать в обычных условиях. При суточном мониторировании. Это так называемая ночная гипертензия, когда у людей повышается давление ночью, А это считается очень существенным фактом риска и инфаркта С чего начинается лечение гипертензии? Конечно же, с модификации образа жизни Потому что, в принципе, артериальная гипертензия Это болезнь, как это рассказывалось в цивилизации И она во многом связана с нашим образом жизни Вот вы посмотрите, пожалуйста, внимательнее сюда Снижение веса Видите, потеря 10 кг веса Это в зависимости от мужчины, женщины, других Это 5-20 мм минус крупного столба Правильная диета, овощи, фрукты Она не только снижает давление Она важна для развития многих заболеваний Снижение потребления соли К сожалению, в наших условиях мы потребляем примерно 12-15 г соли в день А нам нужна где-то гораздо меньше, где-то 6 г соли И она часто скрытая в колбасах, в сырах, в консервах и так далее Но если пожилые люди чувствительны к соли Поэтому если они ограничивают себя в соли Потребность в лекарственных препаратах Может вообще отпадать или уменьшается необходимость Физическая активность рекомендуется по меньшим мере 30 минут ходьбы, желательно быстро, ежедневно А вот роза рекомендует вообще для пожилых людей Кроме вот такой аэробной физической активности 45-150 минут в день Еще 2 раза в неделю силовые упражнения Ну, ограничение алкоголя, это совершенно понятно Для того, чтобы мотивировать людей Это очень сложно мотивировать людей Вести нормальный образ жизни И поэтому прибегают к разным способам Можно просто испугать пациента Что вы не будете бегать, заниматься спортом И вот это будет для вас очень плохо Или же, например, как рекомендуют использовать Различные приспособления Сейчас в последнее время стало модно шагомер Вот посмотрите, когда человек знает, сколько ему нужно пройти Он проходит шагомер, повышает количество шагов На 2500 шагов в день И поэтому это очень важный фактор Найти тот способ, который вас будет мотивировать Заниматься адекватной физической активностью Что касается фонукотерапии То она очень эффективна И в первую очередь снижается риск развития сердечной недостаточности Во вторую инсульту И в третьих коронарных событиях Это, прежде всего, инфаркта Что нам еще с вами важно И вам, наверное, доктор это говорит Перед вами ставится цель Достичь какого-то определенного уровня артериального давления Вот, например, по американских рекомендациям Это ниже 130 на 80 По-европейски, для пожилых и старых людей Это 130-139 Но на самом деле все гораздо сложнее Чем старше человек, особенно тем, который за 80 лет Чем хуже у него состояние здоровья Чем у него больше разных заболеваний Чем он менее физический, психический активен Это так называемый гилетическим синдромом Который занимается вверх наш институт Единственный в Украине Если это проблема Тем нам нужно осторожнее подходить к снижению И медленного артериального давления И поэтому, вот смотрите Больные боятся давления Сразу начинают его крушить А это тоже является опасным И поэтому, видите, такое правило черепашки Что у пожилого и старого человека Нужно снижать давление постепенно Медленно, да Начинать с низких доз И постепенно его повышать Больше того, дойти до определенного уровня Посмотреть, хорошо ли вы себя чувствуете И все хорошо ли у вас И потом дальше идти дальше Если вы принимаете два препарата в день Ипотензивных Обязательно один принимаете вечером Вот видите вот слайд Как сразу улучшаются прогнозы Потому что таким образом мы влияем На ту ночную гипертензию О которой я вам говорила Что она очень мощный фактор действия Следующее Нам нужно обеспечить Чтобы давление было в нормальных пределах Не только в определенном дне Но и ночью То есть в течение 24 часов И поэтому у нас в основном препараты Которые вам назначает доктор Это длительного действия Которое рассчитано, что не работает В течение 24 часов Это тоже важно Посмотрите Чем лучше контролируется давление Тем меньше риск различных осложнений Дальше Дозы препаратов очень важны Вот если у молодых человек Мы сразу начинаем С комбинации двух препаратов Комбинированных препаратов Сделано исключение для пожилых и старых людей Для которых предпочтительно Начинать с одного препарата А потом Постепенно его увеличивать Потому что если сразу Снова таки резко снизить давление Дело в окружении Риск падения Риск травм Которые тоже очень опасны В пожилом и старческом возрасте Существует группа препаратов Которые вам назначают доктор И это определяется Не только тем Что у вас есть Артериальное давление А и тем Какая у вас есть Сопутствующая Так называемая Патология Вот для старых людей Характерна полиморбидность То есть у них может быть 2, 3, 5, 10 заболеваний И вот в отношении Артериальной гипертензии Уже давно Разработанность И вы посмотрите Вот неосложненная гипертензия Как мы снижаем Артериальное давление И если у вас Есть сопутствующие патологии Или инфаркт Или инфаркт Или санекардия Диаблэк Болезнь почек Деменция и так далее И тогда препарат Который выбирает доктор Он не только Не будет его показан При этой патологии Но он и оказывает На нее Определенные Положительные действия И за счет этого Можно достигнуть того Что мы уменьшаем Дозу препаратов А когда Человек получает Меньше препаратов Тогда у него Меньший риск Побочных эффектов Лекарственной терапии Я хотела Обратить внимание На одно обстоятельство В медицине Мы говорим О первичной Столичной Тритичной профилактике Что такое Первичная профилактика Вот у вас Например Есть просто Повышенное Актериальное давление У вас Нарушен Обмен Холестерина Липидов И больше Ничего у вас нет И тогда Вам назначают В зависимости Если у вас Сколько повышено Актериальное давление Вам назначает Доктор Исключительно Антилипотензивные Препараты Если у вас Повышенный уровень Холестерина Особенно Плохого Холестерина Это так называемый Холестерин Липопротензивной Плотности Когда он смотрит Диета не помогает Сначала диета И потом Назначает Статинер И вот эти два препарата Называются Первичная профилактика Аспирин Который мы так Любим Это препарат Антитромбатический Назначается В тех случаях Когда у больных Есть Или перенесенный Инфаркт Или санокардия Или перенесенный Инсульт Заболевание Периферическое Заболевание То есть у них Очень высокий риск Эти препараты Назначаются Строго По показаниям Я хочу Обратить Ваше внимание На следующие обстоятельства Вот у нас Гириатрия Есть специальные Подходы Для того Чтобы мы Оценили Хорошее Лечение Или Плохое Так ли Доктор назначает Препараты Или не так Так вот Оказывается Что статины Почему-то в старости Боятся назначать Посмотрите Он не назначается Тогда пожилыми Старым людям Когда он показан И назначается В неадекватных дозах Значит он Недостаточной мере Снижает у вас Уровень холестерина А совершенно Другая ситуация Складывается Например С аспирином Который Часто назначается Как Средство Пердичной Профилактики То есть Он вам Не показан И вот мы Часто отменяем На самом деле На приемах Препараты Когда он Не показан Пожилыми Старым людям А почему Потом расскажу Дальше Вот статины Мы боимся Подбудовы Ну вот пожалуйста Сначала были Седовники В восьмом году Которые Показали Что у людей Старше 65 лет Потому что Во многих странах Читаются люди Не как у нас в стране После 60 А после 65 лет Потому что Они в это время Уходят на пенсию Сейчас Они начинают Уходить И в 66 И в 67 Потому что Людей живут И посмотрите Как статины Снижают И общую смертность И сердечно-сосудистые И инфаркты И инсульты И вот А что такое потухло У нас Все потухло И у меня потухло Значит Да Там нет Да Потому что Боятся А оказывается На самом деле Статины относятся Посмотрите Вот последние данные 19-го года Уже По отношению К людям Старше 75 лет Оказывается Что не так хорошо Но все-таки Значительно хорошо Вот это значит После этой черточки Это значит хорошо Работают И у людей Старше 75 лет Мы часто Боимся Осложнений Статины Почему-то Но специально Приведенные исследования Показали Что они не влияют На рак И на другую Патологию Например Печень И наиболее часто Ну посмотрите На часто Один на 10 тысяч Пациентов Это миопатия Слабость нога И оказывается Она связана Несколько Со статинами А с тем Что принимаются Дополнительные Препараты И возникает Так называемое Межлекарственное Взаимодействие Что касается Аспирина Видите Он тоже хорошо влияет Уменьшает смертность У пожилых людей Но обратите внимание На другое обстоятельство Почему мы часто Боимся назначать Его Не по показанию Потому что Побочный риск Наиболее частый У пожилых Старых людей Именно от аспирина И нестероидных Противоспалительных Препаратов Которые Они получают Это вызывает Геморрагии У того Гомболоторных Пациентов Геморрагия Означает Кровотечения Разные И Желудочно-кишечные Угрушения Тоже Наблюдается В стационарах Практически Каждый Третий Четвертый Человек Который Попадает На стаж Лечения За рубеж Он попадает Не в связи Со своей Основной Болезнью А в связи Со сложением Лекарственной Терапии И снова Таким Одно из первых Мертв занимает Аспирин И нестероидные Кровотечения Путин Воспалительные Препараты Поэтому Очень важно Назначать Не только Его показания Но и Определенный Тём Посмотрите Вот Мультиморбидность Мы даже Не знаем Как у нас Часто Бывают Язвы И эрозии Желудка Это Японское Светов Из Одиннадцати Комбинаций Первое место Занимает Неправильно И поэтому Для старого Человека Важно Не только Принимать По показаниям Аспирин Почему я Фиксирую на этом Внимание Потому что В самом деле Это большая Проблема А правильный Аспирин А правильный Аспирин Это Аспирин Который Покрыт Специальной Оболочкой И в таком В таком Случе Вот посмотрите Вот здесь Этот слайд Вот такое Поражение Например У нас Вызывает Через Три недели Буквально Прием Аспирина Обычный Аспирин Повреждение Желудка Вот такой Так называемый Буферный Это Кардиомагнил Магникон Другие А вот Оболочечный Уже Видите Почти В два раза Меньше И почти Сравнивается С тем Когда Они вообще Ничего Не принимают И поэтому Для пожилого Человека А Вот Доза Антоцида Которая В этих Неправильных Аспиринах Должна Быть Увеличена В 40 Раз Чтобы Полностью Нивелировать Этот побочный Аффир Но это Совершенно Невозможно Сделать Потому что Была бы Такая Огромная И она Тогда Вообще Не влияла На свой Томоскрови Поэтому Для старого Человека Очень важно Аспирин Получать По показаниям И в форме Которая Вызывает Риск Меньше Побочных Эффектов И вот Завершая Такой короткий Экскурс По панологии Средней Сосудистой И по гипертенции Я хочу Сказать Что Очень важно Во-первых Каждому пациенту Помнить Что Главное Основой Любого Лечения Это является Не медикаментозная Терапия То есть Ваш Образ Жизни Что Врач Должен Подобрать Вам Правильный Препарат А Вы Не забывайте Его принимать И Сами контролировать Капи Капи Не спешите Не спешите Очень Лесно Снижать Помнить Что Есть Препараты Которые Хорошо Работают Не только Помогая Лечить Гипертонию Но Антигипертензивные Препараты Лечат И многие Другие Заболевания Сердечно-сосудистой Системы И если Вы будете Правильно Все принимать Правильно Жить Вы будете Максимально Защищены Со всех сторон Чего Я Желаю Спасибо Может Вопросы Если Вы Мне Хотите Что-то Спросить Я Вам С радостью Отвечу Ну Вам Все Понятно Вы Сам Я Себе Больше Всего Знаете Давайте Я Спрошу Да Давайте Все Таки Вы Коснулись Так Моментов Связанных Дискуссий По поводу Статинов Да И Может Быть Немножко Вы Коснулись Как Человеку Можно Контролировать Ну Помимо Измерения Давления Того Что У него Нет Каких Там Побочных Действий Связанные С Ирозией Желудка Или Ирозией Желудка Это Аспирин Ну Да Аспирин Оболочечный Нужно Обязательно Обязательно Вот скажем так Именно Оболочечный И плюс Может быть Какие-то Добавки В питание Если Вы Вот Говорите Аспирин Защищенный Антоцианами Да Антоцидами Антоцидами А Значит Буферами Называется Просто Антоцидами Это Близко Но Немножко Другое Я Поэтому Про питание То есть Может быть Какие-то Корректировки В питании Нет В любом Случа Если у человека Берется Определяется Уровень Холестерина Первый Подход Врач Беседует С пациентом Обычно У него Уже Есть Такой Бумажки Которые Выдают Различные Фирмы Которые Напишут Какой Адиета Ему Рекомендуется Это Ему Рекомендуется Снова Прийти Например Через Три В зависимости От того Какой Холестерин Или 6 Месяцев И сделать Повторный Анализ Если Диета Не Может Это Только Тогда Мы думаем Особенно Тогда Когда Мы Знаем Что Если Когда У нас Например Есть Станокардия Больной Перенес Инспаркт Инсульт Здесь Даже Можно Не делать Анализы Всем Этим Больным Мы Должны Давать Статины Потому Что Они Обязательно Показаны Потому Что Тысячу Раз Доказано На миллионах Десятках Миллионов Людей Что Эти Препараты Не Те Просто Препараты Которые Снижают У вас Холестерин Это Те Препараты Которые Увеличивают Вам Жизнь Уменьшают Риск Повторного Инсульта Инфаркта И так Далее И тому Подобное И Больше Того Если Немножко Повышается Это Не Является Критерием Чтобы Мы Отменили Препараты Потому Что Это Обычно Безобидное Зрелище Явление И Больше Того Сейчас У Очень Многих Людей Мы Как-то Любим Поесть Доступ К Пищи У нас Хороший Мы Мало Двигаемся И Часто Мы Обнаружим И Молодых И Положилых Людей Это Гипотоз Жировая Дистрофия Печени Так Вот Оказалось Лещит И Это Заполевание Потому Что Меньше Вырабатывает Организм Лепидов И Они Меньше Накапливаются В печени И Потом Если Наблюдать Такого Пациента 10 лет Там 2 3 4 Года То Мы Посмотрим Как Этот Немножко Процесс Или Замедляется Или Даже И И Элементы Обратного Развития Но Снова Так Я Глю Это Должен Решать С Что Это Жизнеспасающие Препараты Вот Жизнеспасающие Препараты Это Антигипертензивные Это Статины И Когда Необходимо Это Аспирин Или Другие Препараты В зависимости От Патологии Вашей Переносимости Которые Уменьшают Процессы Тромбообразования Три Группы Препаратов Первые Два Это Первичная Профилактика Жизнеспасающая Скажите Пожалуйста Ваше мнение Вот я знаю Про взаим Вы Не успеете Да Думаете Да Хорошо Я думаю Если у Пациента Ты можешь Да Если у Кого-то Будет Вопрос Я на Втором Этаже Вы можете Сюда Подойти Спасибо 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 Спасибо